И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Этот стих был очень, очень влиял на мою жизнь. И я хочу чуть-чуть вам рассказать историю. Так получилось, мы с моим мужем, мы начали просто молиться Богу, что мы хотели что-то большее из нашей жизни. Не так просто жить, дом построили, машину, работа. Мы что-то хотим больше. И мы начали с ним искать и молиться больше. И в 19-м году мы хотели с Тимой начать бизнес. Он купил трак, мы хотели, там, mobile mechanic он хотел быть. И мы, когда всегда делаем решение, мы всегда молимся Богу, если это по Твоей воле, ты все благослови, а если нет, ну, закрой двери. Через пару недель трак в аварию попадается, забирает трак. И мы такие сидим, ну, уже нету бизнес, что мы будем делать дальше. Через время приходит возможность моему мужу идти в школу IDT. Это школа ученичества у нас здесь, в церкви. И мы сидели на конференции, и Тима, и говорят о этой программе. И я поняла, что это те вопросы, которые у Тимы, моего мужа сейчас. Я ему пишу текст-месседж, и говорю, Тима, а если ты пойдешь в IDT? А он говорит, было бы классно, я не против, но, а как мы будем платить за школу? И как мы будем жить, если я буду в школе? И, а я говорю, да, боже, like, а как мы будем жить? А он говорит, а ты не переживай за деньги. Я уже все усмотрел, вы просто идите. И я Тиму пишу, не переживай за деньги, Бог все устроит. Что мы так, он принял решение, это было нелегко ему, потому что, как он, you know, обеспечивает семью, там, надо работать. А это все, отступиться с этого все, это было трудно для него. Я понимаю, что мы такое приняли решение, что мы будем жить по вере. Бог сказал, что он все усмотрит, он все благословит, и мы будем доверять ему. И интересно было, что вот этот вот сезон, просто Бог так благословил. Кто-то подошел, говорит, мы заплатим за IDT. Окей, классно, слава Богу. А потом я говорю, а как мы будем за Билла платить? Мне нужна работа. Ну, у меня с детьми, скиджел, очень, мне нужна работа part-time. Такую, чтобы с дому, чтобы не сильно откуда-то ездить. Через пару дней мне кто-то звонит, ты ищешь работу с дому? Part-time. Я говорю, да, ищусь, только что молилась за это. И Бог дал на работу, которую все Биллы заплатила. А все остальное мы просто отдали Богу. И мы так это жили пару месяцев, и Бог так везде помогал. Все нужно было, я приношу к Нему, и Он отвечает на эту нужду. И потом, одно воскресенье, это в 19-м году, это Богдан, неделю до жатвы, Он выходит и говорит, следующее воскресенье будет жатва. Если у вас есть какое-нибудь пожертвование, благодарение к Богу, пожалуйста, принесите следующее воскресенье. Подумайте, помолитесь. Я сидела в это воскресенье, я ничего это не задумала, потому что у нас ничего нету. Ничего нету. У нас вот деньги, что отложились от трака, который забрали у нас. У нас была одна машина в то время, с этим мы надо машину купить. И бизнес начать. То деньги уже определение есть для этих денег. Я ничего не подумала, пришла домой. А мой муж приходит мне в субботу вечером, день до жатвы, и говорит, ой, Юля, я тебе забыла сказать, что прошлое воскресенье Дух Святой мне сказал, чтобы мы отдали все наши деньги в церковь в следующее воскресенье. А машину как? А бизнес начать? А он говорит, ну Бог мне сказал, что мы, если верить, то доверимся мы во всем в этот сезон. Я говорю, ну давай я помолюсь тоже, чтобы получить тоже откровение. Чуть-чуть трудно так просто принять. Я пошла, начала молиться, и говорю, Бог, если это действительно ты, то, пожалуйста, ты открой меня тоже, чтобы не был мир в этом. И я открываю просто Библию на Иоанна 12 главе. И там приходит Мария Иисусу. И она приносит вот это очень дорогое масло и выливает ему на ноги. И там сразу ученик говорит, а эти деньги же ты вот это можешь делать, за вот это заплатить, вот это можно сделать. И у меня сразу все мои мысли. Машину нужно. Да у меня скоро поломается машина, мне надо новую машину. И скоро переезжать будем. И вот эти вот все мысли идут о том, что вот это, вот это, вот это. А следующий стих там написан, Иисус говорит, эти все нужды постоянно будут. А я сейчас на время, и мне нужно это сейчас. И Бог мне говорит, у тебя всегда будут нужды. Что-то купить, что-то надо подделать, что-то ломается. А для меня это нужны сейчас деньги. Я говорю, ну ладно, Бог, я тебе даю. Все. Буду доверять тебе. Но я попросила ему, и говорю, ну просто дай мне обетование. Слово тебя, что мы сейчас живем в таком времени, где мы полагаемся на людей. А дай мне обетование, что ты, у тебя есть, ну, в будущем, что будет такое благословение, что мы не будем надеяться на людей, а будет у нас благословение тоже. И бизнес, и работа, и деньги будут, все. И я так помолилась, следующее воскресенье мы приходим на собрание, садимся с конвертом. И выходит начинать служение, и открывает один человек место Писания. И здесь было написано, это было 2 Коринфян, там написано. «Бог же силен, обогатит вас всякую благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольствие, были богаты на всякое доброе дело». И просто Дух Святой мне говорит, это твое обетование, что ты доброе дело сеешь, а я тебе все благословлю во всем. И я взял этот стих, мы отдали деньги. Приходим домой вечером, ложимся спать, как все нормально. И звонок. Поднимаю телефон. Кто-то с другого штана мне звонит. «Юля, у нас здесь машина стоит, driveway, вы не хотите ее? Мы можем вам в следующей неделе ее привезти». Я говорю, вы не представляете, что сегодня случилось, что мы сделали сегодня. Просто мы с Тимой так посмотрели на это. И я почему это рассказываю, это не за машину, это не за путь. Моя цель в том, что через этот сезон мы с мужем научились, как доверяться Богу. Он просто показал, какой он верен. Я хотела вас тоже вдохновить в этом, потому что вот это время, где мы ему нуждались в нем, он не только видел наши нужды, он даже видел мое сердце. Например, был такой маленький пример, но это очень тронуло меня. Я одно утро собиралась, и через пару недель у нас был couples retreat. Мы едем в Теннесси. Я собираюсь и думаю, было бы так классно мы его ногти сделать. На retreat. Было бы так. Но думаю, ой, Юля, это 50-60 долларов. Даже не думай. Бросай. И пошла. Через пару часов подходит мне подруга и дает мне конверт. Я открываю ее, а там gift card на салон делать ногти. Бог сразу положил на сердце другого человека, чтобы это мне прийти. Это не было нужда. Это мне не нужно. Но Бог видел мое сердце, знал, что просто мне показать, я тебя люблю, и я с тобою. И это так было мне, так мне вдохновило. И я хочу рассказать вам, как мы дошли до этого. Потому что это так важно, я думаю, для меня было, когда мы с мужем начали молиться этой молитвой. Бог, ты нас так возлюбил. Мы хотим положить свою жизнь, свои стандарты. Ну, мир говорит, надо так, иметь вот это, иметь вот это, вот это. Мы живем этими стандартами. А жизни нет. А я хочу иметь такую жизнь, которая была интересная. Like an adventure. Я хочу жить такой жизнью. Я соглашаюсь сложить все. И когда мы вот эту молитву говорим, то Бог, мы даем возможность Богу работать над нами. И это, it's like step by step. One at a time. Бог над этим работает, над этим. Но даешь Ему возможность работать над этим, и Бог открывает so much more, намного больше, чем я даже ожидала для меня и Тимы. И я хочу воздохновить, что если Бог просит, это не свидетельство, чтобы давать деньги, если даешь деньги, то Бог тебе даст машину. Это за то, что когда Бог говорит что-то делать, во время Его, то это так важно для Него. И это ты увидишь благословение, когда ты послушен к Нему, Его голосу.